Продолжение следует... 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 и выключить трансляцию лектора, потому что не так важно видеть хорошо ведущего в данной ситуации, но зато это видео будет выключено, а качество звука будет лучше. Поэтому, если что-то такое произойдет, то вы пишите, пожалуйста. Мы вам постараемся помочь, и вот такие действия предпринимайте. Привет из Ярославля. Екатерина Баранова пишет. Я в Ярославле совсем недавно выступал на замечательной конференции, которая проходила на выходных неделю назад. Ну что ж, коллеги, давайте перейдем к новым средствам, к новым возможностям в обучении английскому языку. Я хотел бы показать несколько задач, которые мы пытаемся помочь учителям решить. И, на мой взгляд, эти задачи действительно довольно важные. Одна из основных задач – это общее развитие ребенка средствами английского языка. Почему это важно? Я не знаю, как у вас ощущения, коллеги, но и потому, что я вижу, и на студентах я вижу, на университетских, и со школьниками это видно, и многие учителя говорят, у детей сейчас все меньше, к сожалению, фоновых знаний. То есть те вещи, которые нам казались само собой разумеющимися, знаний из истории, из литературы и прочее, сейчас многим детям просто неизвестны. И для того, чтобы обсуждать содержание прочитанного, приходится иногда давать какую-то информацию фоновую. Есть такая проблема? Бывает у вас у учеников? То есть просто требуется детей развивать, рассказывать о чем-то прочее. И это можно делать на русском языке, но гораздо эффективнее с нашей с вами точки зрения, развивать детей средствами английского языка. Я покажу несколько средств, которые позволяют развивать. Новые технологии в обучении. Зачем их внедрять? Не за тем, что вот нам хочется быть современными, а здесь жизнь заставляет. То, что для нас в свое время, когда мы смотрели какие-то фантастические фильмы, читали фантастические романы, о том, что вот позвонил по видеофону и прочие вещи, сейчас стало абсолютной реальностью для детей. Нормальная ситуация, когда видеозвонки, когда передаем голосовую связь, все что угодно делается. То есть то, что для нас в свое время казалось фантастикой, для современных школьников это реальность. И когда вот этой вот реальности нет на уроках, то тогда детям становится скучно и мотивация немножко другая. И вот это вот новые технологии, их можно использовать так, что они нам с вами будут облегчать жизнь. Я хочу показать, каким образом можно себе облегчить жизнь, чтобы у вас была редкая возможность немножечко отдохнуть на занятиях, зато дети с удовольствием это делали бы. Вы, кстати, знаете, вот такими, да, вот то, что дети говорят, Нью-Йорк столица Америки, говорят некоторые ученики, или в четвертом классе не знают, что Лондон находится в Великобритании, а не в Америке. Действительно такая проблема есть, хотя, казалось бы, информация довольно понятная. Вот Майя пишет, что дети не любят читать. Я бы немножко уточнил бы, дети не любят читать книги. Они читают сообщения в мессенджерах, они читают то, что пишут в соцсетях, там же не только картинки и видео. То есть общее время, которое дети тратят на чтение и на письменную коммуникацию, оно не маленькое совсем, просто форматы поменялись. Поэтому, с одной стороны, умения чтения нужны по-прежнему, с другой стороны, приходится готовить детей к восприятию и немного других текстов. Вот из-за этого, кстати, скорость чтения выше стала, потому что привыкли просматривать. Это другое поколение, и здесь нам только технологии как раз и помогут. Средства подготовки к языковому контролю тоже требуются, про них скажу. Ну и, соответственно, как сделать так, чтобы не нам все говорили, дайте, дайте, а чтобы хоть кто-нибудь пришел и сказал, нате, возьмите. То есть где найти методическую помощь учителям. Итак, развитие учеников. Я покажу то, что вышло в течение этого календарного года в издательстве «Титул». Что-то вышло в течение последних недель, а кое-что даже и дней. Для раннего обучения «Титул» выпустил развивающий комплекс «Кинки-линки». Я сейчас про него скажу немножечко. Может быть, вам пригодятся либо книги, либо мобильные приложения оттуда, либо все вместе. Для школы вышла новая книга в мае. Радислав Петрович Минрут, автор, очень известная фамилия, развивающая задания стихи и песни. И эта книга продолжает идею целой серии книг со стихами и песнями, которые выпустили Марьяна Юрьевна и Клара Исаакуна Кауфман. Это книга «Songs and Poems for Junior School» и «Songs and Poems for School». И готовится к выходу пособие Клары Исаакуна и Марьяны Юрьевны Кауфман «Английский в стихах для школы и дома». Я про это скажу несколько слов. Итак, давайте посмотрим коротко то, о чем я говорил, а потом перейдем к другим темам. Вот у нас персонаж, значок Тинки-Линки. Я надеюсь, он станет вашим добрым знакомым. А вот что такое комплекс. Почему это комплекс? Потому что это не только книги, но и мобильные приложения. Причем в книгах, посмотрите, мы можем проводить занятия с помощью книг, а мобильные приложения – это то, чем дети могут заниматься дома, с родителями или самостоятельно. В книгах мы знакомим с новыми словами. И это для раннего обучения. То есть это дошкольники, либо в начальной школе можно использовать. Я вам сейчас покажу тематику и содержание, и вы сами для себя решите, годится, не годится, для какого возраста, каким ученикам это можно приспособить. Итак, в книгах картинки, с помощью которых мы знакомимся с новыми словами, и очень простые тексты. Тексты книг записаны на аудио. Аудио можно скачать. Я дам информацию вам сегодня. Сайт, он, кстати, написан, tinkeringi.ru, где вы можете все аудиозаписи текстов уже скачать. В книгах есть пальчиковые прописи. Это для тех детей, если это начальная школа, то очень хорошо подойдет для детей с ОВЗ, когда они не ручкой, а пальчиком прописывают. Для дошкольников это, естественно, более важно. Им и надо пальчиками прописывать. Это раскраски, это задания для развития моторики и творческих способностей. А в приложениях картинки анимированы. Там дополняются эти материалы. То есть та же лексика, она отрабатывается с помощью картинок, анимации, которой нет в книгах. Там есть интерактивные игры для отработки новых слов, для развития памяти и внимания. Там заложена траектория развития ребенка. Я покажу, как это выглядит. И есть специальный раздел для родителей, где родители могут четко отследить и увидеть, и чем ребенок занимался, и какие у него успехи. И не вам надо будет это во время классного часа рассказывать. Родители сами могут в любую секунду посмотреть. Вот как выглядят 15 книг этой серии. Посмотрите, пожалуйста. И они здесь сейчас на экране расположены ровно в том порядке, в котором мы рекомендуем эти темы изучать. Почему именно порядок вот тот? А давайте мы с вами посмотрим. Я очень коротко скажу. А в мобильном приложении те же самые 15 тем, 250 слов. 250 слов – это половина лексического минимума для начальной школы. Вообще-то по примерной программе 500 слов должно быть. Там, как я говорил, есть игровые и тренировочные упражнения, есть аудиозапись, развивающие задания и средства для контроля. Давайте я покажу порядок тем. И давайте посмотрим, почему именно такой порядок. Первая тема – это цвета. Казалось бы, с чего только не начинают изучать английский язык. Вот вопрос. Вы рекомендуете эти задания как основной УМК или дополнительной? Если это начальная школа, то, конечно, это дополнительные вещи. Если это не начальная школа, а если это дошкольники, то здесь надо посмотреть, как вам будет удобно. То есть можно попробовать только на этом занятие построить. Вы сейчас посмотрите. Или, может быть, дополнять. Я думаю, здесь как раз предоставляют простор для выбора. Зависит от того, сколько у вас времени есть и насколько вам это близко или интересно будет. Итак, посмотрите. Первая тема – цвета. Название разных цветов на английском языке. И там сюжет. Девочка рисует картину. И очень-очень простые предложения. Простые фразы, которые помогают описывать окружающий мир. Например, The sky is blue. The stone is brown. The grass is green. Очень простые вещи, но уже мы сразу начинаем описывать, называть то, что мы видим вокруг. Следующие книги этой серии темы What do birds say? И What do animals say? Название птиц и что они говорят в кавычках на английском языке. Например, This is a pigeon. It says coo. Или название животных. This is, например, This is a mouse. It says, кстати, коллеги, по-русски мышка что говорит? Первые книги мои, следующие книги, в общем, они все выпущены под именем Arthur Frost, скажем так. Это для тех родителей, которые очень не любят, когда книги российского издательства, с российскими авторами, и вы увидите, что здесь тематика уже дальше идет другая. Коллеги, вот по-русски мы что говорим детям? Мышка как говорит? Пи-пи. Если мы по-английски скажем, что мышка говорит пи-пи, правильно это будет? Конечно, нет. Нет, не пай-пай, пирог-пирог дай мне. Нет, пи-пи это связано с туалетом будет по-английски. По-английски мышка говорит ик, ик. И вот такие моменты, которые детям интересны, они в книжках и заложены. Следующая тема, I can, это повседневные действия. Здесь у нас появляется уже present simple. У нас глагол can. И мальчик рассказывает про своего друга-лебедя. Он рассказывает, что он умеет делать, что он не умеет делать, что умеет делать лебедь. То есть там тексты такие простые. Например, I can run. This one cannot run. Can you run? То есть у нас здесь отрицательно-вопросительное и утвердительное предложение. И мы можем здесь немножко поиграть и поизображать, как все это делается. Потом идет тема toys, игрушки. Там снова present simple. Опять же вопросительное и утвердительное и отрицательное предложение. Но с глаголом to be. А потом идет тема времена года. И в этой теме уже все повторяется то, что было раньше. Потому что мы здесь описываем времена года. Как все выглядит. Какого цвета листья. А это тема цвета. Какие хобби. Кто чем любит заниматься. Дети про себя рассказывают. Осенью, зимой. Это уже I can действия. То есть мы повторяем то, что мы изучали раньше. И здесь у нас I can. И здесь у нас за глаголом to be фразы. И одновременно мы расширяем словарный запас. Дальше тема фрукты. А книга называется Fruit Band. Название фруктов и музыкальных инструментов на английском языке через простые тематические рифмовки. Там сюжет в том, что волшебный оркестр собирается на репетицию. И все музыканты этого оркестра фрукты. Например, The lemon is yellow. It plays the cello. Через рифмовки гораздо легче запомнить. Вы же знаете, чем отдельными фразами. И утвердить на предложение опять в present simple. Но уже у нас кроме глагола to be у нас остальные глаголы появились и can и прочие моменты. Следующая тема овощи. Но не просто название овощей. А у нас здесь мы говорим про то, что можно из овощей сделать. Какие поделки, какие игрушки. И у нас есть не просто утвердительные предложения, но еще и в страдательном залоге. Я вам покажу сейчас пару страниц. Следующая книга тема формы. Книга Little Fox and His Magic Box. Это название форм и предметов. Таких же форм на английском языке. Там сюжет в том, что лисенок собирается с друзьями на пикник и у него есть волшебная коробка для пикника, в которую можно положить все, что угодно, но только если кладешь предмет в отверстие такой же формы. И мы здесь говорим как раз, мы помогаем собраться. Яблоко круглое и мы его кладем в круглое отверстие. Шоколадка, например, прямоугольная. У нас есть треугольный kite, воздушный змей и прочее. Затем у нас тема Let's Count. И мы снова повторяем, посмотрите, название и фруктов, и овощей, и формы, и цвета. Мы опять возвращаемся, потому что вы знаете, маленькие дети без повторения ничего не смогут запомнить. И затем тема Face and Body. Вот тут как раз название частей лица и тела на английском языке у человека и у животных. То есть у мальчика ножки, а у собачки, соответственно, лапки. Правильно? И мы как раз и показываем, как это по-разному называется. И здесь появляется повелительное наклонение и команда и просьба в Present Simple. Вы сейчас это увидите. И, наконец, завершающий пакет тем это алфавит, наконец-то. И у нас есть буквы английского алфавита, слова. На каждую букву по несколько слов слова нетипичные. Здесь есть расширяем словарный запас. Поэтому это может дополнением к любому учебнику стать. И детские рифмовки, несложные на все буквы алфавита. Затем следующая тема дом и комната. Книга называется Mike's Magic House. И мы здесь изучаем название частей дома, комнат, предметов интерьера. Опять же, описание в Present Simple. Но здесь у нас экскурсия. У Майк маленький волшебник. Он живет с своими родителями, тоже волшебниками в доме. И там есть чудесные предметы. Но на самом деле, те предметы, которые волшебные, они очень похожи кое в чем на наши предметы настоящие. И мы как раз об этом и говорим. Что они делают и что можно у нас дома бывает, что делает то же самое. Следующая тема правила поведения на дороге. Be safe on the road. Тут мы говорим и про элементы дорожного движения, и про правила безопасности. И у нас есть простые высказания. И опять команда. Это то, что было в Face and Body. Просьбы, Запреты в Present Simple. То есть, видеть, как растет грамматический материал, но в то же время очень-очень дозировано растет. И завершает эту серию пока что книга EndoCity. Тема в городе. И мы посмотрим страничку. Тут уже мы целые рассказы читаем в Present Simple. А заодно учимся, как что называется в городе и ориентируемся в городе на английском языке. Вот как выглядит эта образовательная траектория в приложении Тинки-Линки. Вы можете скачать бесплатную версию приложения. Там первые три темы. Они уже доступны. А все остальные темы это вы один раз оплачиваете. По-моему, 150 рублей это стоит. Может быть, чуть поменьше. И вам все темы становятся доступны. Плюс еще игры дополнительные. И вот здесь как раз видно по уровням сложности в каком порядке, каким образом можно этим всем заниматься. Я скажу, на каком сайте это все найти. Давайте мы посмотрим на примеры из книжек быстренько. Пару минут. И пойдем дальше. Вот примеры из книг Face and Body. Я хотя сверху написал, что это 4-5 лет. Но на самом деле, коллеги, скажите, пожалуйста, а в начальной школе в каком-то классе может такая книга использоваться? Там сюжет такой. Мама, сына и дочку привела утром в ванную комнату и сказала Please wash yourselves. Дети, естественно, решили поиграть. Они притащили все свои игрушки в ванную комнату. И мы здесь тему игрушки повторяем заодно. И начинают им давать команды. Например, Teddy bear, wash your eyes, please. И мы показываем, как это делается. Или мальчик говорит кошке Cat, wash your nose, please. Вот такие. Это действительно первый и второй класс. Кто-то в четвертом может брать. То есть начальная школа простые предложения, название частей тела, все можно сделать, показать жестами. Картинки у нас есть. Это одновременно книжки крупного формата. Это прямо как плакаты почти получается. И прописи есть здесь. То есть очень простые моменты. А вот книга Vegetable Toys. Посмотрите, вот у нас сюжетная история. Mother hair has her birthday today. Her twelve children make a surprise for her. They make a hippo out of a potato. А вот это в каком классе можно использовать? То есть мы каждый раз видим, как из разных овощей можно сделать разные игрушки. Показали эту историю, рассмотрели картинку. И это действительно реальные поделки. Когда дизайнеры рисовали эти картинки, художники, они смотрели на то, как реально делают food coloring. Украшения для стола делаются. Потом у нас упражнения. мы слышим, как называются разные овощи. Нам надо пальчиком показать на эту овощь. Потом мы на этот овощ. Потом мы potato пальцем прописываем. Либо если дети постарше, можно уже ручкой карандашом по стрелочкам. Это реальная пропись будет, не пальчиковая. И затем мы видим внутри следующее задание это расширение фоновых знаний. Potato. И мы показываем, что сделано из этих блюд из картошки. Посмотрите, Марина Викторовна пишет, я использовал староклассников для обучения чтения, но родителям не нравится, что на обложке написано от трех до пяти. Книги вышли под новыми обложками, там теперь такой информации нету. Поэтому можно использовать смело. Вот такие развивающие вещи. И посмотрите, например, вот такое, что оказывается из огурца можно сделать. Как вы считаете, в начальной школе дети справятся с такой поделкой? И текст. The cucumber is green and long. This little hair makes a racing car. It looks great. То есть текст очень простой. И нам на самом деле нужен огурец, несколько горошин черного перца, помочь детям вот эти вот зубочистки либо шпажки использовать и нарезать эти кружочки. Как вы думаете, детям интересно будет попробовать сделать такие игрушки? И смогут ли они запомнить, как называются эти овощи таким путем? Интересно. И это действительно просто. Причем, посмотрите, это удобно, можно выставку в классе устроить, можно сфотографировать, можно попросить детей дома это сделать с помощью родителей. То есть вот такие моменты, которые веселые и интересные. И это то самое, когда ребенок современный, он получает информацию и тут же ее использует в жизни для себя. А вот посмотрите, книга, завершающая эту серию EndoCity, она большая и она непростая. Действительно, в детском саду такие делают и вот здесь серия игрушек целая, которую можно. То есть тут хорошая идея. А вот здесь книжка, здесь целая история. И посмотрите, она выглядит как словарь в картинках, правда? Мы видим дом, townhouse, мы видим, как его элементы называются, у нас есть картинка, которую надо помочь докрасить, у нас есть картинка, как вот этот townhouse выглядит на улице, пространственное мышление, да? Коллеги, кстати, вы можете увеличивать слайды презентации у себя, у вас под экраном есть изображение лупы, если нажмете, вы сможете увеличить. Давайте я вам прочитаю завязку этой истории для того, чтобы посмотреть, как это можно почитать, порассказывать. И опять, для какого класса или для какого возраста такая история может подойти. И вот у нас в левом верхнем углу картинка, мы видим семейную фотографию, Джек и Эмили смотрят, мультфильм, а песик Чарли спускается по лестнице. Кстати, как вы считаете, коллеги, по изображениям, по всем, в какой стране действия происходят? Пока вы напишите мне, я прочитаю то, что внизу написано. Чарли pushes the front door open and goes out onto the porch. Чарли runs down the stairs. He is in the street. He sees a big butterfly and goes after it. He goes away from the house. В США, конечно, даже картинки видны. И движение правостороннее, это явно не Великобритания, правда? То есть, вот такие вот моменты. И посмотрите, мы видим, как Чарли у нас убежал. То, что происходит, естественно, Джек и Эмили, это тут же обнаружили, и они побежали Чарли спасать на улицу. Они через разные части города проходят. Вот пример того, что они увидели на Main Street, на Shopping Street. И посмотрите, пожалуйста, у нас, кроме вот этой картинки, у нас есть и задания справа, типа магазинов, что у них продается, и подписи. То есть, задания довольно простые. Но если вы посмотрите на сами картинки, кстати, коллеги, а кто-нибудь видит на этой картинке, где у нас Чарли находится? Кто-то нашел уже? Почему это важно? Потому что здесь книжка построена, как серия книг, вы знаете, наверное, Find Waller или Where is Waller. Мы на каждом развороте можем найти Чарли, но это не очень просто. на углу улицы. Но посмотрите теперь, если мы посмотрим на этот разворот, что мы, кроме того, что мы текст прочитаем, что мы здесь можем повторить, или о чем мы можем поговорить с помощью одного единственного разворота этой книги, то, что вы видите перед собой. Какие вещи вы бы повторили? Предлоги, конечно же, на углу, вдоль по улице, прочие цвета, названия магазинов. А действия какие-нибудь есть у нас? Кто-то за столом сидит, кто-то здоровается, кто-то едет на самокате, кто-то пьет напиток. Правда же? Направление профессии замечательно. У нас есть и waiter, у нас есть и shop assistant, у нас есть и driver, у нас есть доставщик пиццы, который, видите, с официантом здоровается. Посмотрите, что еще можно сделать. Можно посчитать. Доступно только как мобильное приложение. Коллеги, приложение мобильное пока что, но книги, это большая книга, которую можно на стол положить, развернуть. Это крупный формат. Это формат А4. Вот такой печатный лист. Две страницы так раскрыть. Посмотрите, кстати, здесь можно еще больше сделать. Посчитать, сколько окон, посчитать, сколько птичек. Видите, там на крышах несколько голубей, к ним крадется одна кошка, а сзади еще другая бежит. Посчитать, сколько всего животных. Это счет повторить. Сколько деревьев, предметы из магазинов. То есть, тут на самом деле можно играть с одним разворотом столько, сколько вам захочется. И так, как вы захотите делать. Это помимо той самой истории. Я скажу сейчас, чем дело кончается. Мы все беспокоимся, Чарли. Чарли нашли на пруду, в парке. А потом у нас есть вот такая загадочная картинка. Надо посмотреть и сказать, что на этой картинке неправильно. Но кроме того, что неправильно, и здесь опять то, о чем вы и писали. И предлоги, и описание людей, название предметов. Кроме этого, у нас есть, например, такие задания. Найди трех собак. Найди столько-то птиц. Сколько здесь всего животных. Сколько здесь деревьев, посчитай, и прочее. Как вы считаете, у нас перевернуто написаны ответы на задания, но заданий можно придумать гораздо больше. Например, найти двух лебедей, а лебеди у нас на дереве. Посмотреть кит в пруду. Уже интересно стало. Коллеги, как вы считаете, интересно будет с такой картинкой поработать? Есть бесплатное аудио? Бесплатное аудио есть, только не на сайте титул, а на сайте тинки-линки. Вы можете эту книжку послушать. То есть, это действительно интересно, и посмотрите, сколько слов. И скамейка, и диван, и велосипед. И мы видим, что на велосипеде у нас медведь едет, правда? А на смокате у нас кот катается. Собака в мусорном баке действительно сидит. То есть, на самом деле, здесь есть, что поразглядывать. Слона выгуливают на веревочке. То есть, тут одних названий животных немало будет. Белки в пруду плавают вместо лебедей. Правильно. То есть, действительно, и дети любят, что смешно, но как зато они легко запомнят, как это все называется. Но кроме того, они еще и научатся говорить, где это находится. И машина вон, почтовая, едет по дороге. Мы видим и трафик офиса и прочее. Понравилось вам? Как картинка создавалась? Я скажу честно, художникам поставили задачу нарисовать неправильную картинку как можно более интересную. Нет, это все нарисовано для книг, конечно. Коллеги, это художники, которые для книг... Это оригинальные тексты, которые нигде не брались. Это рисунки, которые для книг создаются. И это задания, которые придумывались. То есть, это все авторское. По аналогии свой город, а там в этой книжке есть настольная игра. Открываем, и там прямо с кубиком можно играть. Кстати, коллеги, знаете, что делать, если у вас под рукой кубика нету, а вы хотите в игру с кубиком поиграть? На самом деле, довольно просто. Можно ластик взять, написать цифры на гранях. Можно взять карандаш граненый, простой карандаш, написать цифры. Если уж совсем ничего под рукой нет, берете монетку, и у вас, например, орел один ход, орешка два хода. И все, бросаете и переходите. Я рассказывал про комплекс тинки-винки, у меня был вебинар в августе. Если вам интересно, посмотрите видеозапись, там очень подробно мы смотрели приложение. Дайте вам вот что покажу. Из мобильного приложения показать одну игру? Хотите посмотреть? Давайте. Сейчас перед вами, не пугайтесь, экран станет темным. Напишите, пожалуйста, как только он темным станет. и это нормально, так и должно быть. Стал. Хорошо. Тогда давайте посмотрим. Это одна из игр из темы Face and Body. После того, как мы изучили слова, мы можем поиграть. Вот мы нажимаем на человечка, у нас загружается игра. мы выбираем персонажа, игрушку, которую хотим оживить. И затем слышим, что звучит, перетаскиваем эту картинку, если мы не ту картинку выбрали, она на место не встанет. А как только сделаем все, посмотрите, у нас игрушка оживает. И дальше мы можем снова новое животное выбрать и прочее, прочее, прочее. Посмотрели видеозапись, коллеги? Просто зависит от того, у кого какая скорость, у всех по-разному грузится. Посмотрели? Хорошо. Как вы считаете, вот такое тренировочное упражнение могут дети самостоятельно делать в виде игры? Конечно могут. То есть, посмотрите, мы с вами на занятия поиграли с книжкой, мы поизучали, как называются части тела, все прочее, пальчиками прописи прописали, жестами показали что-то. А потом на дом говорим, а дома открываете тему Face and Body в приложении и сделаете вот такую вот штучку. Поиграйте в эту игру. И дети будут играть гораздо больше, чем вы им предложили. При этом посмотрите в родительском режиме, там надо нажать в уголке изображения родителей, у вас есть полный отчет и для родителей, это в какую игру играл ребенок, сколько минут он потратил, прочее. И это можно отправить через любой мессенджер по электронной почте. То есть, могут отправить вам родители. Вы можете отправить родителям это все, если надо. Пойдемте дальше по развитию поговорим, а то уже довольно много времени потратил, но я какие-то вещи буду сжато рассказывать. Книга, развивающие задания, стихи и песни для начальной школы. Я покажу, кстати, одну песню, вы ее можете уже сегодня все это аудиоприложение скачать и использовать как раз на 1 сентября очень подойдет, либо на первый урок, если он у вас будет не 1 сентября, а, например, 3-го из-за выходного дня. Посмотрите, пожалуйста, у нас 10 разделов. Разделы такие-то, это книга, которую во всей начальной школе можно использовать. наблюдение за природой, цифры и счет, продукты и блюда, путешествия и транспорт, традиционные праздники, гости, подарки, угощения, животные, домашние, любимцы, погода, климат, время, школа и учеба, отдыхаем и веселимся. Тут есть ключи и есть словарь. Словарь в этой книге краткий, но вы можете бесплатно полный словарь к этой книге скачать в интернет-магазине на сайте englishteachers.ru. Конечно, бесплатно скачивается словарь. И посмотрите, в этой книге в каждом разделе по сути есть словарь в картинках. Есть упражнения для развития мышления, знакомства с окружающим миром, поделки, раскраски, стихи, песни, игры. И уровень сложности растет от раздела к разделу. Поэтому первые разделы больше для маленьких детей, чем дальше, тем старше. Вот у нас раздел в серединке, как раз из 10-5 традиционной праздники. Посмотрите, у нас не просто словарь в картинках, где все подписано, но мы с этими словами работаем. Мы их распределяем по категориям. Christmas season, Christmas food, Christmas tree, Christmas presents, Christmas celebrations. То есть вот такие моменты, и мы думаем, куда какие слова использовать. Зачем это важно? Затем, что дети новую лексику таким образом сразу вписывают в картину мира свою, в языковую. И они запоминают так гораздо лучше, потому что они понимают, к чему слово относится. Вот задания, которые развивают умение анализа. Например, вот такое. Там специально ответы сделаны неоднозначными. Примерные ответы есть в ключах, но каждый ребенок может объяснить по-разному. То есть посмотрите, задание в левом верхнем углу. Найди в каждой строчке лишнее слово, объясни, почему оно лишнее. И у нас, посмотрите, варианты. Вот что бы вы сказали в первой строчке лишнее. Первое, light bulb, потом у нас идет candle, torch, lightning. lightning. Точь в значении фонарик здесь. Lightning. Почему lightning? Потому что lightning это природное явление, может быть, и по форме, хорошо такой, тоже может быть вариант стихия, а все остальное man-made. Коллеги, а посмотрите, другой вариант. Candle это живой огонь, да? А все остальное это электричество. Light bulb, torch, lightning. Может быть, такое объяснение? Могут дети предложить такое? Вполне могут. Тут самое главное, что мы показываем детям, что есть разные способы классификации. Вот, например, вторая строчка, be. Посмотрите, варианты. Sand, snow, towel, sun. Что здесь лишнее? Кто-то скажет towel, потому что все остальное описание природы. А если мы подумаем про лето, то здесь snow лишнее, потому что на пляже или просто загораем, тут у нас будет и sand, и towel, и sun. То есть, и так, и так можно. Это задание, которое позволяет детям подумать и попробовать вписать эти слова опять в картину мира и широкий контекст задействовать. Поэтому, коллеги, здесь самое главное помнить для себя, что ответы могут быть разные. Самое главное здесь не найди лишнее слово, а объясни, почему ты считаешь, что оно лишнее. Потому что мы даже с вами, как взрослые люди, уже и по грамматической форме находили по окончанию и какие-то другие основания. То есть, дети подбирают основания для классификации. Пойдемте дальше посмотрим. Мы, конечно, учим межкультурной коммуникации. Например, послушали стихотворение и заполнили пропуски к стихотворению про Рождество, а потом смотрим на открытки к разным праздникам и соотносим картинки открыток и тексты для этих открыток. То есть, да, действительно, от объяснений будет зависеть предыдущее упражнение. А вот здесь мы ищем коллеги. Вот, кстати, ссылка. Вы можете скачать несколько страниц из этой книги и просто уже попробовать в классе. И вот такое задание с открытками. И где-то для того, чтобы нам соотнести с картинкой, надо понять, о чем этот текст. Где-то мы просто слово ищем, например, Happy Valentine's Day. И там слово Valentine может быть. То есть, мы еще и про разные типы чтений можем с детьми поговорить. Очень непростое задание на знание об окружающем мире. Посмотрите, у нас здесь есть картинки животные, насекомые, птицы. И нам надо выбрать, какие из них в основном ночные, night time, какие из них day time, дневные. И если какие-то вещи дети, скорее всего, догадаются, то с другим будет посложнее. Вот ежик, это ночное животное или дневное? С летучей мышью там понятно все. Ночное, night time, конечно. Но детям может быть трудно, потому что они в мультиках видят, что обычно, что ежик днем бежит по лесу и встречается с зайцем, например. Но зайц, это как раз животное не очень ночное. У нас есть ключи, в которых все это написано. Мы когда ключи проверяли, мы проверяли прямо по энциклопедиям, по разным, так это или не так. И оказалось довольно интересно. Как вы считаете, хорошее будет задание для обсуждения? Оно, в общем-то, неплохое. Вполне удобно с этим поработать. И, как я говорил, есть песни на каждый юнит. Причем, посмотрите, не просто песни, но еще и ноты даны. И здесь, что удивительно в этой книге, автор книги, он автор и стихов, и песен тоже, и ноты, и мелодию сам писал Радислав Петрович Миллерот. Посмотрите, здесь с каждой песней свой подход, некоторые разные приемы с работой. Например, послушай песню, когда ты слышишь слово school, хлопай в ладоши, а когда слово гэл, топай ногами. Прочитай и спой песню. Коллеги, вот эту песню вы можете в первый день занятий уже включить своим ученикам. Хотите песню послушать? Я ее могу вам включить, потому что всегда важно оценить, а вообще эстетически это подходит или не подходит. Давайте мы песню с вами послушаем, и я скажу, где это можно скачать, и вы ее, если вам понравится, сможете использовать. Я знаю, мы все ищем какую-то изюминку для урока. Может быть, это станет вашей изюминкой в самом начале, и вот именно такое упражнение, когда слышите слово делаете то или делаете вот это. Сейчас перед вами появится темный экран. Скажите мне, пожалуйста, когда он перед вами появится. Так, ну что ж, я вижу, появился. Тогда я включаю песню. Давайте послушаем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот такая песня. Нет, на экране, к сожалению, система работает так, что на экране не видно будет. То есть здесь можно либо смотреть, либо слушать. Как вы считаете, стоит на первый урок в школьном году эту песню взять? Вернее, вы возьмете, скажем так? Песня приятная, она легкая, она как раз для начальной школы. Так что вот вам уже вариант. Вы можете скачать аудиоприложение, ссылка дается в интернет-магазине глюстичерс.ру в аннотации к этой книге. Поэтому, коллеги, скачайте, попробуйте. Вот с третьим классом прекрасно уже пойдет. Потому что второй класс, конечно, первый урок, они будут озадачены, что это за непонятные звуки. Там всегда первый урок по-другому проводится. Но третий, четвертый класс вполне можно это сделать. И уже будет хорошая разминка. И урок пройдет весело. А вам понравилось? По музыке песня, по голосу. Кстати, в каждой песне в аудиозапсе есть еще и караоке-версия. Поэтому вы можете эти песни использовать, например, для недели английского языка. Или просто как-то еще сделать. Потому что, конечно, в песне еще важно ее и качество музыкальное. И по голосу, по всему. Она действительно простая. Мы поэтому даже ноты напечатали для тех, кто, например, сам на чем-то играет на каком-то инструменте. И она детям, такие песни, они на слух очень легко лягут. Мелодии, то, что англичане называют очень качи. Певицу мы специально нашли, которая споет так, чтобы голос был немножечко детским. Хотя поет взрослая женщина, но она умеет петь таким образом. Ну что ж, пойдемте дальше. Обучение чтению. Одна из проблем. Коллеги, а кто-нибудь из вас пользуется уже тренажером Елены Русиновой буквы и звуки? Если из вас кто-то пользуется, то для вас хорошая новость. Есть продолжение. Сейчас придет из типографии. Оно называется слова и фразы. Я сейчас покажу. Те, кто не пользуется, я покажу. Может быть, вам будет интересно. Коллеги, вот те, кто пользуется тренажером Елены Русиновой, как у вас ощущения? У вас и у ваших учеников помогает? Если помогает, то в чем? Плюс у нас еще вышло пособие Елены Владимировны Журавлевой «Как читать на 5» и книга Клары Исааковны Кауфмана «Марианна Юрьевна Кауфмана «Как научиться читать по-английски». Давайте мы посмотрим на страничке. Всегда важно сравнить впечатления. Может быть, кто-то говорит, что хорошо, а кто-то говорит, нет, а у меня плохо работает. Или наоборот. Бывает и такое. Вот странички можно скачать. У вас ссылка есть. Итак, вот как выглядит тренажер по чтению буквы и звуки. Это первая книга. Здесь все очень просто и очевидно. Чудесная система. Простая книга, яркая, цветная. Мы видим, как буква И в закрытом слоге произносится. Параллельно мы изучаем несколько согласных букв. И тут же мы читаем слова. Вот перед нами слова «Тен». И мы видим, каждое слово, стрелочка с транскрипционному знаку. И затем слово транскрипции. Вот мы эти слова научились читать. Мы записали по строчке сначала буквы, потом слова. Потом у нас «Соедини слово и картинку». Мы эти слова соотнесли еще раз с картинками. Затем «Найди слово, в которых есть звук П». Мы ищем эти слова. «Wet search». Потом «Почитай слова». Здесь у нас выделены жирным шрифтом, на какое буквосочетание надо обратить внимание. «Почитали по столбуке». И поменяй буквы строчные на заглавные. И так дальше с каждой буквой идет отработка. А вот новая книжка, которая только-только придет из типографии. Посмотрите. «Тренажер по чтению слова и фразы». Здесь дети уже научились читать отдельные слова. Буква не знает, как произносится. Но теперь у нас появилась вот такая вот вещь. Мы изучаем основы грамматики. То есть, не только правила чтения, но основы грамматики и артикуляции отдельных фраз по типам предложения. То есть, посмотрите, мы рассказываем фразу «It is a pen». Мы называем предмет или животное в единственном числе с помощью фразы «It is a». Дословно фраза будет звучать вот так. У нас есть примеры. В разговорной речи обычно используют сокращенный вариант вместо «It is it's». Неопределенный артикль объяснили, что это такое. И мы говорим, что вся фраза произносится целиком как одно слово с понижающей интонацией в конце предложения. И вот у нас интонационная разметка. И затем мы читаем фразы и соотносим с изображениями слов. То есть, мы учимся целиком говорить. Следующий у нас будет. Прилагательные добавляются и прочее, прочее. То есть, мы разные типы предложения и плюс мы немножко грамматику осваиваем. Как вы считаете, коллеги, полезно вот такой тренировочный материал использовать? Он действительно довольно удобный. Вот перед вами книга «Как читать на 5». Здесь она черно-белая. Как рабочая тетрадь может использовать? Здесь все традиционно довольно. У нас дается буква «А» в типе слога в первом объясняется, как читается. Прочитай и запомни слова. Затем, какую букву в этих словах мы не читаем. Напиши слова из упражнений. У нас небольшая пропись. Плюс в тетради это можно делать, а не в книжке. Поставь букву в правильном порядке, чтобы узнать значение английских слов. Прочитай английские слова. Вот верно, Марина Викторовна пишет, можно использовать не после, а параллельно с первой книгой. Да, конечно, все зависит от того, как вы построите обучение. И то, и то пригодится. Запиши, как читается буква в начале слова. Вернее, запомни, прочитай слова. У нас столбики слов на чтение. И соедини слова с транскрипцией и переводом. И так каждое занятие здесь построено. Потом идут типы слогов, буквы, сочетания и прочее. То есть, тоже, в общем, довольно удобно и понятно. И действительно, фразам, я согласен, Татьяна Кисленко пишет, фразам учить гораздо эффективнее, чем отдельным лексическим виницам. Конечно, дети учатся использовать слова в контексте. И они сразу фразы запоминают. А вот эта вот книга, эта книга большая, к ней шикарное аудиоприложение есть. Там есть объяснение на русском языке. Это то, что могут дети сами читать. То, что могут родители детям помочь. Книга Марианна и Клары Кауфман «Как научиться читать по-английски». Я не буду про нее долго рассказывать, потому что это очень большой интересный материал. Я очень советую посмотреть отдельный вебинар, который проводила Марианна Юрьевна Кауфман. Рассказывал про эту книгу. Плюс мы говорили про обучение чтению. Там есть много примеров. И скачать страницы из этой книги. Просто те из вас, кто знаком с учебниками happyenglish.ru, коллеги, кто-нибудь из вас работал или работает по учебникам happyenglish.ru? Клара Исаакуна и Марианна Юрьевна Кауфман. «Работайте». Те, кто работают, коллеги, вы знаете систему обучения чтению. Авторская система, которая прекрасно работает. Либо работала, как коллеги пишут. Вот эта система, она лежит как раз в основе, или, как коллеги пишут, дополнительно. Эта система как раз лежит в основе книги «Как научиться читать по-английски». Действительно, система работает. И теперь отдельную книгу можно использовать в дополнение к вашим учебникам без того, чтобы по какому бы учебнику не работали. Вопрос, когда они будут в перечне, коллеги, вы знаете, зависит от того, когда будет новый федеральный перечень. Он уже просрочен два года, как министерство все никак не может его создать. И посмотрите, использовал для работы, Борис Иванович пишет, использовал для работы с детьми с ОВЗ, очень полезно. Действительно, эта вещь очень хорошо корректирует проблемы, помогает их исправлять. Дополнительные упражнения из серии новой «Учу сам». Это тренировочные упражнения по английскому языку для второго класса. 110 упражнений, для третьего тоже получается порядка такого же количества. И посмотрите, эти упражнения, которые можно выбрать. Например, «Найди на картинке и обведи слова». Слова такие-то. Очень хорошо упражнения полезны для тех, где детей, кого обучали читать методом целого слова, когда дети только знакомые слова пока еще уверенно читают. А вот здесь мы помогаем перейти от силуэта, от общего, мы помогаем переключить внимание детей от общего силуэта на звукобуквенные соответствия. Или, например, «Соедини слова с картинками». То есть простенькие упражнения, их можно давать дополнительно, можно на каждом уроке, можно давать только слабым детям, можно наоборот сильным детям. Вот кто-то у вас быстро закончил занятие и все упражнения сделал, вам его надо срочно чем-то занять. Вот вам замечательно палочка-выручалочка. Кстати, коллеги, из-за того, что нового перечня не появилось, можно пока продолжать заниматься по тем учебникам, которые в перечне были. Я в конце скажу, как вы можете бесплатно учебники получить. Есть пособие серии «Мета-предметный портфель». Здесь как раз задание, которое помогает достигать мета-предметных результатов, где мы учим детей учиться. Опять же, коллеги, не будем сейчас тратить время. Это тема для отдельного разговора. Есть записи вебинаров. Посмотрите, если интересно, это замечательное пособие, которое можно использовать. А вот теперь подготовка к Олимпиадам. Коллеги, скоро будет муниципальный этап Всероссийской Олимпиады школьников по английскому языку. У кого из вас ученики, как вы считаете, будут принимать участие в Олимпиаде? Есть. Ангелина Ягодарова, Анна, Ирина Флинтюк. Посмотрите, как много. Кто надеется, что ученики пройдут в региональный этап? Я очень надеюсь, что пройдут, конечно, много. Понятно, что мы не можем заранее сильно сказать. Но дай Бог, чтобы прошли. Я знаю, что у нас есть коллеги, у которых ученики и в заключительный этап проходили. Правда? Так вот, коллеги, и для того, чтобы вам легче было помочь вашим ученикам, титул в течение учебного года выпустил целую серию пособий, которые мы назвали Олимпиад Белда. Причем, это серия, которая помогает готовиться к Олимпиадам уже с начальной школы. И она помогает подготовить учеников ко всем частям Всероссийской Олимпиады школьников. Автор этих книг является не только тренером команды Москвы по Олимпиадам, это школьный учитель, хотя сейчас и кандидат наук с ученой степенью, что очень приятно. У Артема Петровича есть свои ученики, победители, абсолютные победители Всероссийской Олимпиады. И посмотрите, вот мы перед вами обложки книг Олимпиады по английскому языку для начальной школы, для 5-6-7-8 классов, потом есть каждая часть экзамена, она очень трудная, Use of English, не экзамен Олимпиады, и Reading для 8-11 классов. Любовь пишет, готовила в прошлом году по голову, и как результаты, и как вообще ощущения от самого пособия, понравилось, не понравилось, помогло ли. Напишите, пожалуйста. Замечательно. Вот очень хорошо, когда мы личные истории видим и слышим. Давайте я вам покажу примеры заданий олимпиадных для начальной школы. Вы увидите, что эти задания на самом деле, прошло 3 ребенка, вообще великолепно, я вас поздравляю, это очень хороший результат. Обычно олимпиадники штучный товар, но здесь, получается, эти книги позволяют увеличить количество олимпиадников. Итак, задания из пособия олимпиады для начальной школы. Посмотрите на аудирование. Listen and circle the word you hear. Минимальные пары. Air, hair, it, 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 think, sing. И так далее. Как вы считаете, коллеги, в каком классе уже можно такие задания делать? Они не только на самом деле для олимпиад полезны, это же тот же самый фонематический слух, правил чтения. Вот кто-то уже в конце, во второй полугодии второго класса наверное станет делать, кто-то в третьем, кто-то в четвертом. Прекрасно, мы все равно подобные вещи делаем. Так что с первых лет обучения даже можно делать. Вот такое задание. Look at these words. Find the odd one out in each line. Здесь разного типа знания. И страноведение, например, London, Manchester, Cambridge, Moscow. И знания о мире животных. Lion, cat, tiger, dog. Кто из нас, кто принадлежит к этим животным, к семейству кошачьих, а кто к семейству псовых? И глаголы. Например, номер 4 строчка. Есть глаголы движения, а есть state verbs. Go, sit, run, walk. Sit. Нету движения. Остальные есть движения. И так далее. Вот эти вот моменты. И даже England, Wales, Ireland, Scotland. Что является частью королевства, а что не является. Ireland, правда? Или mother, doctor, father, sister. Конечно, лишнее слово доктор. Вполне дети смогут справляться с такими вещами в начальной школе. В пятом-шестом классе задание посложнее. Вот у нас use of English. Нужно заполнить пропуски, вписать нужное слово, а в качестве опоры у нас есть анаграммы. Надо их расшифровать и слово вписать. И мы когда видим, мы вспоминаем и правила чтения, вот у нас слово town, и grass, и так далее. но мы извлекаем значение и пытаемся догадаться из этого текста. Нет, на самом деле не такой уж сложный. Посмотрите. This man was lawyers and they were going to the next to attend court. И мы по опоре догадаемся, что это town. А затем дальше посмотреть. Нам контекст помогает. There had been rain and the ground was very soft. Water was dripping from the trees and there was wet. А что может быть мокрым? Либо ground, но тут явно не ground, либо grass. У нас из этого слова можно расшифровать. Конечно, олимпиадные задания это не так просто, иначе это не было бы олимпиадными. Но здесь как раз все и делается для того, чтобы приучить детей анализировать и не догадываться, а расшифровывать то, что должно быть. А вот задание на чтение в 8-11 классе. Посмотрите, здесь есть и задание в формате ЕГЭ, и задание в форматах различных экзаменов и Cambridge First и прочее, и какие разные типы чтения. Например, Where can the following sentence best be added to the passage? В задании на чтение номер 2 в ЕГЭ мы видим там кусочки предложения, а здесь, к какому абзацу подает? Здесь больше на English First. На экзамен похоже, правда? According to the passage, who was Wooda Allen? Это задание номер 3 на чтение ЕГЭ в чистом виде. This type of passage can be described as какой тип текста этого в экзаменах нет, но это общее понимание и восприятие стилистическое. Задание номер 5 In paragraph B the word it refers to и мы ищем связи между текстами вот эти вот references. Номер 6 A good title for this passage would be Это в чистом виде задание номер 1 на чтение и в ОГЭ и в ЕГЭ подобрать заголовок к тексту. Номер 7 According to the passage, George Gashon was all of the following except И вот здесь в ЕГЭ обычно задание попроще. Кем он был? Все остальное лишнее, только один правильный ответ. А здесь наоборот, только один факт неправильный. И такой тип задания заставляет внимательнее вчитываться и более детально извлекать информацию. Ну и наконец задание, где надо сделать вывод, подумать на глубокий анализ уже такой. Which of the following can be inferred from the passage? Мы выбираем, какой вывод можно сделать и к этой книге есть ключи, как и всем остальным. И здесь в сложных случаях объясняется не только правильный ответ дается, но вот в таких, например, which can be inferred и прочее дается ответ, почему именно такой вывод, на что надо было обратить внимание, что подсказывает. То есть это хорошая тренировка по чтению. Я не буду сейчас рассказывать про книги по грамматике. Кто-то из вас с ними знаком, они тоже вышли в течение прошедшего учебного года. Посмотрите, я только два слова скажу. Практическая грамматика для ОГЭ и ЕГЭ. Здесь весь грамматический материал теоретический, который может в принципе в ОГЭ и в ЕГЭ нам встретиться и тренировочные упражнения. А вторая книга это сборник упражнений по грамматике. Там построено от простого к сложному и тренировочные упражнения начинают с самых простых и кончают такими, которые можно использовать в специализированных школах, в углубленном обучении, либо даже в колледжах и на младших курсах не языковых вузов. Контроль. Что у нас вышло по контролю и что выйдет в ближайшие недели? Книга Елена Николаевна Соловова «Дикая английский язык и конституционная стратегия и письменная часть». Возможно, кто-то уже использовал. Я скажу про нее пару слов. И готовиться к выходу. Ждем из типографии книги Натальи Аревны Андрощук и Светланы Владимировны Лоскутовой. Это авторы из Петербурга. Книги так и называется ОГЭ. Устная часть. Тренировочные тесты с примерными ответами. Даются тесты с ответами. Можно проанализировать, почему такой ответ, какие слова использовать и прочее. И построить по образцу свои ответы. И даются тренировочные тесты, задания, несколько которым нет ответов. Тут уже дети могут сами показать, чему они научились. И ЕГЭ. Такой же самый принцип. ЕГЭ. Устная часть. Тренировочный тест с примерными ответами. Вот книга Солововой. ЕГЭ. Английский язык. Писанная часть. Что это за стратегии? Почему это именно стратегии? Посмотрите, пожалуйста. Мы показываем детям, какие задания в экзамене надо сделать, что проверяется и что нужно сделать в задании. И мы здесь показываем, в каком порядке надо работать. Это действительно очень важно, потому что дети, к сожалению, неправильно иногда совершенно подходят к выполнению заданий. им не хватает времени, они не знают, на что смотреть надо и прочее. Например, вот такое задание, которое перед вами. Надо ли весь текст читать? Или только прочитать то предложение, в котором пропуск есть? Конечно, на предыдущий не обязательно терять время. Достаточно прочитать только то предложение, где пропуск. Затем уже определяем, какой тип слова грамматически должен быть и словообразование происходит. Я покажу примеры тоже стратегии правильной ВПР, которую можно использовать. Вот у нас обложка перед вами на экране ОГЭ, Андрощук, устная часть с примерными ответами, ЕГЭ, устная часть с примерными ответами, вот как книга будет выглядеть, и коллеги, подготовка к проверочным работам. Вы знаете, что в России есть несколько видов проверочных работ. Это региональные проверочные работы, это диагностические работы, и это всероссийские проверочные работы, так называемые ВПР. В наступающем учебном году, я не знаю, слышали вы об этом или нет, но ВПР по иностранным языкам в 11 классе будет обязательной для всех. Поэтому все ученики в 11 классе будут писать всероссийскую проверочную работу в первой декаде марта. Кстати, вопрос, будет ли итоговая аттестация за второй класс от Елены Николаевны Солововой. Коллеги, я завтра с Еленой Николаевной встречаюсь, и я скажу, что учителя спрашивают, будет ли, и попробуем ответить на этот вопрос. А в 7 классе тоже будет ВПР по иностранным языкам в этом году в России, но только по выбору. По крайней мере, это то, что объявил Рособранадзор. Коллеги, у кого из вас в этом году будут 7 класс или 11? Будет у кого-то? Будет. И то, и то. Все. Ну, по крайней мере, мы знаем, к чему готовиться. А вот как готовиться, я сейчас расскажу. Чем проверочные работы нам могут быть полезны? Действительно, ВПР не очень сложный, к счастью. Там формат немножко отличается от того, что есть в ЕГЭ и ОГЭ, но в целом типы заданий довольно похожие. Коллеги, вы знаете, смысл, вот о чем я хотел сказать. В чем проверочные работы могут быть полезны для учителя? Во-первых, это основание что-то подкорректировать в нашей с вами работе. Если дети слабо справляются, значит, мы знаем, что вот над чем надо поработать. Но есть еще один момент. Коллеги, скажите, пожалуйста, есть ли у вас ученики, которые работают на двойку и не справляются с материалом? Вот вопрос, почему не восьмой, который в следующем году якобы обязательно сдавать? Коллеги, это вопрос к Рособорнадзору. Есть такие, увы. А если мы пытаемся эту двойку поставить, что нам на это администрация говорит? Даже ОГЭ у кого-то на два сдали. К сожалению, такое бывает. Администрация говорит, нельзя, ставьте три. Еще говорят, двойка это оценка учителя в таком случае. Надо дорабатывать. Когда дорабатывать, кто будет оплачивать, никто об этом не говорит. Вот самые страшные слова. Администрация смеет в лицо говорить, не умеете работать, не можете научить. Это очень неправильно. И вы знаете, когда проблемы только у нас в классе, нам ответить не на что. Вернее, нечего ответить. А вот когда дети написали проверочную работу, и мы видим, что наши с вами результаты ровно такие же или очень четко коррелируют с результатами по всему региону, то тогда можно ли сказать, что это проблема учителя, что и учитель не может научить? Или здесь проблема все-таки не в учителе, а в чем-то в другом? Вот если результаты проверочной работы в вашем классе и в регионе, или в стране они похожие, то здесь как раз повод сказать администрации. Дорогая администрация, такие же проблемы в целом идут по региону или по России. И поэтому проблема-то не в учителе, и проблема не в детях, может быть, а проблема в тех материалах, которые мы используем для обучения. Поэтому можно сказать, что значит что-то не так с тем учебником, по которому мы работаем, чего-то там не хватает. Коллеги, второй вопрос. А скажите мне, пожалуйста, у кого из вас в учебниках достаточно материалов прямо с самой начальной школы, начиная тренировочных заданий в формате ОГЭ и ЕГЭ? Неважно, какой учебник, по которому работать, есть кому-то, у кого хватает. К сожалению, пошли сплошные минусы, потому что обычно не хватает. Вы знаете, в чем проблема? Дело в том, что ОГЭ и ЕГЭ это относительно новый экзамен по сравнению с учебниками, а те учебники, которые находятся в федеральном перечне, они, к сожалению, старые. Это переработки учебников 95-го года, например, еще более старых учебников. Современных учебников практически нету. В лучшем случае это 2003 год и так далее. И то, 2003 год, напомню, был 15 лет назад. То, что было 15 лет назад, сейчас уже и дети другие, с другими реакциями и другими интересами совершенно. И, кстати, еще одна проблема. Несколько лет подряд нам всем говорили, что ни в коем случае рабочие тетради у родителей не просить. Говорили вам такое? В ряде регионов, например, в Калужской области, даже министр образования письмо разослал о том, что рабочие тетради это необязательный компонент, что без рабочей тетради можно хорошо научить, откуда министр образования это знает. И сейчас говорят, и даже говорят слово запрещают. Коллеги, дать вам выход административный для этого дела. Дать. Хорошо. Итак, административный выход. Первый момент. 24 августа в интервью Комсомольской правде министр образования сделала резкий поворот. После того, что говорили рабочие тетради необязательно, она заявила, и я вам скажу, где взять ссылку на это интервью, она четко сказала, что рабочие тетради могут быть полезны. Слава Богу, что признала. Более того, она говорит, если убедить родителей в их пользе, то школа сама решает, приобретать или не приобретать. Родители должны иметь право голоса, то есть она говорит о том, что надо обращаться к родителям. Вот напрямую. То есть то, что запрещали, запрещали, теперь вдруг денег в бюджете недостаточно на рабочей тетради. И тут же развернулись на 180 градусов, теперь говорят, можно обращаться к родителям. И можно их убеждать. Поэтому, когда вам говорят, теперь будет администрация, ни в коем случае родителям не говорить. Можно показывать, но говорят, простите, а вот министр говорит, убеждайте. Кроме этого, президент Российской Академии Образования, госпожа Вербицкая, Лариса Александровна, разослала письмо по всем руководителям органов образования, где она пишет в этом письме, что рабочие тетради нужны, они повышают качество обучения, нельзя запрещать, нельзя исключать их образовательного процесса. Есть еще один документ, потому что сказать можно действительно, вы правы, что угодно, сегодня говорят, одно, завтра другое. Сейчас скажу, где скачать письмо. И есть еще один документ, в мае Министерство просвещения выпустило письмо об использовании учебников и учебных пособий в образовательном процессе. И в этом письме говорит, что рабочие тетради нужны, они повышают качество обучения, они помогают детям развиваться. Тоже об этом говорится, вам нужны эти документы, чтобы можно было прямо документ принести, показать и письмо Российской Академии Образования, и письмо Министерское, и интервью Министра Образования. То есть видите, как резко повернули. Коллеги, на форуме EnglishTeachers.ru я вчера создал тему, я написал, я ее назвал и снова о рабочих тетрадях, поэтому вы можете зайти, я прикрепил эти документы, прямо к сообщению можете их скачать, и там же дал ссылку на интервью Министра, и цитаты из этого интервью, прямо то, что нужно здесь конкретно. Поэтому, коллеги, это для вас хоть какой-то инструмент к началу учебного года, очень надеюсь, что он вам поможет. Хотелось бы учебник для подготовки к ОГЭ детей, у которых не очень высокие способности, с экзаменационной стратегией на русском языке, простыми упражнениями для отработки стратегии, все задания экзаменационного формата по темам, приблизительно как активатор, но именно для ОГЭ. Коллеги, мы постараемся решить эту проблему, я вот как раз завтра с Еленой Николаевной поговорю соловую на эту тему, потому что есть стратегии ЕГЭ, я думаю, что и для ОГЭ тоже можно делать. А помните, мы говорили, не хватает заданий нужных форматов подготовки к ВПР, к ОГЭ и ЕГЭ. Мы выпустили серию пособий, она только-только пришла из типографии, ее позавчера видели в Москве на форуме педагогического актива, теперь видите вы. Это серия книг Кирилла Павловича Словоохотова. Она так и называется «Проверочная работа тренировок и тесты». Посмотрите, пожалуйста, есть 4, 5, 6, 7, 8 классы. Для 9 класса книга вышла в феврале, мы ее тогда еще назвали «Диагностическая работа для школы Москвы». Мы ее немножко переделаем, будет просто к ВПР. Там на самом деле формат ВПР. Для 10 класса пособия Словоохотова есть. И для 11 класса есть книга Елены Николаевны Солововой «Всероссийская проверочная работа по английскому языку стратегия и тренировочные тесты и пособия Артема Петровича Гулова «Тренировочные тесты ВПР». Но, коллеги, в книгах Гулова три всего теста и в книге Слововой тоже три. Поэтому на самом деле здесь желательно две, чтобы хотя бы шесть тестов было. Если что-то по немецкому, коллеги, титул только по английскому выпускает литературу, поэтому, к сожалению, пока нет. Давайте мы посмотрим на формат заданий, удобен ли он вам будет вот в этих пособиях. Посмотрите, проверочная работа 4 класса. И действительно ли это формат ОГЭГ, но с уровнем соответствующим, или это какие-то другие форматы. Посмотрите, писана часть заданий по аудированию. Вы два раза услышите четыре высказывания, обозначенные буквами A, B, C, D. К каждому высказыванию подберите соответствующую картинку, обозначенную цифрами 1, 5. В задании есть одна лишняя картинка. Тот же самый формат, как мы видим, есть в ОГЭ, только там надо соотнести высказывание и говорящего, а здесь мы соотносим пока еще высказывание и картинку. Следующее задание. На чтение. Прочитайте текст и подберите каждому тексту заголовок. Вот вам для четвертого класса та самая тренировка в том самом формате, к которому нам все равно надо детей приучивать. Правильно? Грамматика. Задание по грамматике. Текст с пропусками. Заполняем пропуски нужными словами. Планируется ли ВПР в 10 классе в этом учебном году? Нет, не планируется, но в следующих появится. Вот здесь по грамматике. Смотрите, мы выбираем артикль нужный, снова вопросительный, подходящий, нужную форму глагола. Четвертый класс про мост. Давайте мы вернем. Здесь не мост, здесь про ежика. Hedgehog Bill. Посмотрите. Это четвертый класс. Посильный текст для детей. Пока вы отвечаете... А, предыдущий текст. Слово bridge. Есть такое. Да, четвертый класс. Посмотрите. Но, коллеги, надо ли здесь нам каждое слово дословно понимать? Вовсе нет. В тексте все слова понимать. Вовсе нет. Мы же заголовок подбираем. То есть, посмотрите, заголовок какой. Walking is very important for everyone. Есть здесь про walking? Нет. Здесь про машины. It is important to learn new things. Есть ли здесь про обучение? Нет. This helps you to feel more comfortable. Вот здесь надо подумать, есть или нет. Now you can cross the river much faster. А вот здесь есть river и есть faster. Нет, коллеги, мы не гадать учим. Есть разные типы чтения. Посмотрите. Есть чтение на общее понимание. О чем этот текст? О любви. О пересечении реки. О книгах. Для того, чтобы понять общий смысл текста, нам не надо каждое слово знать. Мы же и сами. Посмотрите. Мы когда книжку берем в магазине, в книжном, художественную, нам не надо всю ее читать, для того, чтобы понять, о чем она. Мы смотрим аннотацию, открываем, перелистнули пару слов. Ага, нам все понятно. Это ознакомительное чтение. Есть чтение с пониманием конкретной информации. Это ответы на вопросы. Кто, где, когда, что. И мы здесь ищем ответ. И нам весь остальной текст не надо тоже читать. Нам только ответ надо найти. пример такого поискового чтения. Вы берете телепрограмму в руки в субботу вечером. Вы же не будете понедельник, вторник читать и прочее. Вы только в субботу и только то время, которое сейчас находится. Правда? И, наконец, чтение с детальным пониманием. Это уже вопросы. Почему? И прочее. Вот там придется почитать. Марина Викторовна пишет. Пыталась использовать словоходу ВПР для школы Москвы. Это диагностический. Зайдем базовый уровень. У лексика гораздо сложнее того, что на сайте FIP.OG. Коллеги, это делалось под формат МЦКО. Это для московских. Мы будем делать 9 класс именно проверочные работы. И мы будем упрощать. То есть, там будут изменения. Как успеть за 3 часа в неделю успеть и программу пройти, и все эти тесты научиться решать? Вот в чем вопрос. Коллеги, здесь ситуация вот какая. Мне очень понравилось слово научиться решать тесты. Это действительно правильно. Это стратегии как раз. Мы иногда детям говорим, даем им время, говорим, вот сидите, делайте. Это время можно потратить более, с большей пользой. Как раз мы не просто выполняем это задание, а мы как раз вместо этого, мы объясняем, например, на что надо смотреть. То есть, мы говорим, например, есть ли повторы таких слов и прочее. Вот эти вещи. В магазине пособий ГУЛ, Олимпиада чтения. Пока еще не вышло, ждем из типографии, Борис Иванович. Скоро будет. Со дня на день уже. Пойдемте дальше. Вот мы видели пример по грамматике. Вот у нас устная часть. Опять же, тот же самый формат, который в УГ и ЕГ будет. Tell about your best friend. Монолог на заданную тему. Answer for questions below. What is your best friend's name? How old is he or she? What does he or she look like? What do you like to do together? И затем дальше стратегии ВПР. Кстати, смотрите, мы говорим об уровне лексических единиц. Коллеги, а как вы определяете уровень лексических единиц сложности? Мне просто это очень интересно. Я потом скажу, почему я спросил. А пока мы говорим, вот те же самые стратегии. Как научить? Если мы научили стратегии, мы потом очень экономим время на уроке. Пока вы сейчас напишите про то, как вы уровень сложности определяете. Вот посмотрите, этот тип задания, как обычно делают дети. Они начинают текст читать сначала, дочитывают до пробела и начинают все слова подставлять. Это то, что в ВПР, кстати, отличается в формате от ЕГЭ. Так ли надо делать? На самом деле нет. Мы даже не с текста начинаем. Мы начинаем, смотрим на столбик слов и определяем, к какой части речи они принадлежат. Где у нас прилагательные, где у нас существительные, где у нас глаголы. И затем мы не весь текст читаем, а только то предложение, где есть пропуск. После to, естественно, нам нужен глагол. И мы уже не все перебираем, а смотрим только на глаголы. И мы обращаем внимание на сочетаемость. Можно сказать to keep time? Про часы можно сказать. It keeps good time. Эти часы точно идут. И все. To play time можно? Нет, нельзя сказать. To see time можно? Нет, тоже нельзя. To spend time можно? Конечно, можно. To take time можно? Можно, но когда говорят take your time, то есть не спеши. Один единственный вариант здесь подходит to spend time. Следующее предложение. There are by rental stations a, пробел business area. И здесь нам надо прилагательные. Смотрим, соответственно, только на прилагательные. А в словаре кембриджском на каждое слово есть уровень a1, a2 и так далее. Можно проще. Дети, которые легко читают с фипи, не могут понять словоохотово. Коллеги, ну, во-первых, тот формат был под МЦКО в кембриджском словаре. Это мнение составителей кембриджского словаря. Никакой единой классификации лексики по сложности, к сожалению, не существует. Пытались сделать такую разработку, и она ведется еще, эта работа, под европейскую шкалу. Но эта разработка ведется уже 15 лет, пока к результатам так и не пришли. Потому что можно смотреть слова по частотности. Вот, наверное, такой принцип используют. Но даже частотность не значит, что слово легкое или что слово, наоборот, сложное. Нет, коллеги, это не четвертый класс. Мы смотрим 11 класс ВПР. Что вы? Конечно, нет. Поэтому и подборка отсюда разная по вроде бы одинаковым темам. Вы знаете, вечный вопрос. На чем основывать учебник? Слова нужно смотреть, конечно, лексику по частотности и лексику брать по темам. То есть, вот есть такая-то тема, вот слова по частотности. И мы можем сказать, например, если они входят в первую тысячу слов, это один уровень сложности. Если они входят во вторую, это второй уровень сложности. Но беда в том, что вы как раз говорите о том, что есть разрыв между тем, что заложено в учебнике. И там далеко не всегда слова простые. Там очень, к сожалению, часто выбор основывается на личных предпочтениях автора. Посмотрите книги, которые написаны, например, учебники Хью Деллара, которые написаны в рамках Lexical Approach. Там лексика очень непростая. Там интересная система работы с лексикой, и он на лексике все строит, весь подход. Но она очень непростая. И можно долго в той лексике копаться. Но, тем не менее, при всех плюсах, когда мы доходим до Advanced, мы можем в ней закопаться, а к говорению это сильно ничего не прибавляет. И вот отсюда эти проблемы. Никакой единой шкалы лексики по сложности, к сожалению, нет. Очень было бы удобно, если бы такая шкала была, но пока ее, в принципе, создавать не научились. Разве что по частотности. И в этом плане, при всей авторитетности кембриджского словаря, это вот так же, как на учебниках. Вы замечали, наверное, пишут Intermediate, Pre-Intermediate. И берешь от одного издательства, у них Pre-Intermediate такой, который у другого соответствует Intermediate. Бывали у вас такие ситуации? Сравнивали? Дело в том, что нет четкого описания, что такое Intermediate, что такое Pre-Intermediate, что такое Advanced. Это все авторы решают все для себя. Даже европейская шкала по уровням А1, А2, там же через умение коммуникативное, умеет делать то, умеет делать то. Но, простите, одни и те же вещи можно делать, уметь совершенно с разным набором и лексическим запасом. Нам вовсе не обязательно иметь широкий запас для того, чтобы решить какую-то проблему. Можно и очень простыми словами. Вот то, что приводят коллеги. Вы знаете, очень было бы хорошо разобраться с уровнями лексики, но не существует пока уровней сложности лексики общепринятых. Их просто не существует в мире. Их еще не придумали. Только по частотности можно смотреть. Поэтому, как разные авторы себе назначают в кавычках уровень сложности, как они это понимают, Intermediate, Pre-Intermediate, так же, к сожалению, и словари поступают. Было бы здорово, если бы приняли систему, например, как в кемпельском словаре. Но другие словари могут с этим не согласиться. Они скажут, что мы по другому принципу смотрели. И поэтому работа последних 15 лет по составлению уровня сложности фисков лексики по европейской шкале, она, и ее делают те самые разработчики, которые эту шкалу создали, она пока так ни к чему и не привела. Это проблема. Мы ее с вами не решим. Мы можем только просить разработчиков экзаменов быть ближе к жизни, скажем так. Итак, мы посмотрели на приемы вот эти вот стратегии. Вот здорово, когда после ВПР ошибки анализировали, это самое главное. И вот у нас стратегия как раз объясняет, прямо по шагам, что и как надо сделать. Почему нельзя обязать библиотеки покупать рабочие тетради вместе с учебниками? Здесь ответ простой. Не хотят тратить деньги из бюджета. Не хватает средств. Только всего. Поэтому и сказали, что это самообразовательная организация решает и прочее, прочее, прочее. Это, коллеги, как с пенсиями. Та же самая ситуация. Тяжесть любого решения всегда ложится на плечи обычных людей. То есть в этом проблема действительно. Итак, вот у нас подготовка к ВПР-тесту. Ну, пойдемте дальше. Я вам показал систему. И, коллеги, есть мобильные приложения. Я сейчас скажу, где эти мобильные приложения скачать. Есть мобильные приложения для подготовки к ОГЭ. Есть мобильные приложения для подготовки к ЕГЭ. Есть версия бесплатная, там только один тест. И есть версия платная, там шесть тестов. Что эти мобильные приложения дают? А по какому пособию в прошлом учебном году готовили 11 класс? Вы написали. Из того, что я показывал. Замечательно. И как результаты? Пригодилось пособие? Было ли полезно? Гулова. Да, там всего три теста, но это тренировка солововой. Коллеги, а вот как вам вот это объяснение стратегии, как вы считаете, оно помогло вашим ученикам? Потому что иногда говорят, ой, ну что тут нового, никто ничего нового не придумал, коллеги. А нового-то придумывать ничего не надо. По одной простой причине. Стратегии, мы и так их, в общем-то, знаем, мы и так пытаемся ученикам объяснить. Просто в пособиях Елены Николаевны, они все сведены воедино в системе даны. И не нам приходится это все объяснять, а именно таким путем делать. Успеваемость 100%, в качество за 80%. Замечательно, в обычном классе, великолепно. Здорово, что пособия помогли. Итак, коллеги, пособия по мобильным приложениям по ОГЭ и ЕГЭ. Посмотрите, здесь все в формате экзамена. Здесь тоже тесты разработаны Еленой Николаевной Солововой. Мы выбираем то, что может оценить компьютер на экзамене. Здесь оценивает приложение. Оно показывает, какие ответы правильные, какие неправильные. Вот, например, задание по аудированию. Мы запомнили, нажали на кнопочку «Отправить», «Проверить». И у нас правильные ответы зеленым выделены, неправильные – красным. А устную часть и письменную часть, там, где мы пишем, это личное письмо, а в ЕГЭ еще и эссе, мы можем напечатать на смартфоне или на планшете и отправить другу, преподавателю. Мы можем записать аудио выступление и его послушать сами, или отдать кому-то для оценки и точно так же отправить. Действительно, вот проблема, то, о чем пишет Светлана Школе, действительно, едва хватает денег, выделенных на учебники, только на закупку учебников для начальной школы. Не говоря, аж по словаре и новой учебнике. Коллеги, я вам сейчас скажу, как получить учебники бесплатно. То, что вы можете от титула. Сейчас я вам расскажу. А пока про приложения, посмотрите, пожалуйста, если вы зайдете на сайт englishteachers.ru на вкладку «Мобильные приложения», то там прямые ссылки на приложения ОГЭ и ЕГЭ. Либо вы заходите в ваш магазин приложений, это App Store или Google Play, в строке поиска просто пишите «Солового», и вам приложение появится там. А приложение для дошкольников и для младших школьников «Тинки-линки» заходите на сайт tinkilinky.ru, да, пробаться, я сейчас расскажу про него. Вкладка «Приложения», и там есть ссылка на бесплатную и на платную версию. Коллеги, я вам сейчас расскажу, как мы пытаемся помочь в этой ситуации, когда у школ не хватает денег. И вот посмотрите, наши хорошо написали и устно тоже, хотя устно часть сложнее детям дается. Не аудитория, не чтение, а писание картинки. Да, это действительно проблема. Итак, коллеги, мы начали выпускать художественную литературу. Сейчас мы буквально минут через 7-8 уже закончим вебинар, потому что те, у кого совсем поздно, у вас уже за полночь далеко. Уже 20 минут первого получается. Художественная литература, которую мы стали выпускать для подростков и взрослых. Очень приятно. Елена Ревхатовна Аюпова пишет, что используем мобильное приложение для подготовки к УГЭ очень качественное, замечательно. Почему на УГЭ и ЕГЭ требуют по английскому языку усложнения? Коллеги, это вопрос комиссии. Я не разработчик экзамена, и я думаю, что это тема для отдельного вебинара. Мы будем проводить вебинары о подготовке к УГЭ и ЕГЭ, и попробуем обсудить эти моменты. Итак, какие у нас серии художественной литературы? Это Tittle Action, Tittle Romance, Tittle Poetry, Tittle Classics и Tittle Journey Classics. Книги выходят в трех форматах. Первый формат – это всем нам привычная карманного формата печатная книга, и к ней можно скачать аудиозапись всего текста, выполнен носителями языка. Это читаем как обычную бумажную книгу, и можем в плеере послушать запись. Второй вариант – это электронная книга в формате ePub, и можно скачать аудиозапись текста в mp3, и либо на планшете читаем и запускаем запись, но не у всех это сработает, либо в плеере слушаем аудиокнигу, а читаем книгу с планшета. И третий формат – он инновационный, в мире такого почти ни у кого еще нет, поэтому титул здесь на пике технологий. К счастью, это электронная книга, в которую звук уже встроен. Что это за встроенный звук? А это на самом деле очень удобная вещь. Вы открываете книгу, она перед вами на экране, нажимаете на кнопочку play, читаете и одновременно слушаете. Вы можете поставить на паузу, остановить, промотать этот звук, но зато это очень удобно бывает иногда, так легче бывает. И новые книги выходят практически еженедельно. Вот посмотрите, серия Tittle Classics. Не все из этих авторов вам знакомы наверняка, но в Британии, например, книги Бенсона легли в основу комедийных сериалов в 80-х годах. Их очень любят сериалы популярные. И это то, что нам с вами, как взрослым, может быть интересно почитать. Серия Tittle Action. Здесь всякие боевики, триллеры, рассказы ужасов классические, очень интересные вещи. Например, там произведение про Тарзана Берроуза, Ghost Stories, Montague Rose James или M.R. James. Знаменитейший британский писатель начала 20-го века, в России его практически не знают. Рассказы очень интересные. Они не очень простые по языку, но почитать тоже любопытно. А вот серия Tittle Journey Classics, там произведение таким языком написано, который осилят старшеклассники. Посмотрите, здесь, например, Эрнест Томпсон Сэттон, которого по-русски называют Сэттон Томпсон почему-то. Животные, герои. Многие из вас, возможно, читали это в детстве. Эти книги о животных. Сказания о короле Артуре и рыцарях Круглого Стала написаны очень простым языком, безо всяких старинных словечек. И эти сказания короткие, очень удобно читать. Myths and Legends of All Nations. Понятно здесь, здесь легенды и мифы. Barbara in Britain. Я сейчас покажу маленький пример отрывок из этой книги. The Mysterious Key and What It Opened. Это произведение Луизы Мэй Олкотт, которое известно больше по книге Little Women. Но она классическая американская писательница. И здесь таким языком написано закрученный сюжет, который современный подросток поймет вполне. It's your story so wonderful deeds. Здесь события из истории Великобритании, исторические события, которые курс истории весь поменяли ход. Итак, давайте мы посмотрим, например, тексты, книги Barbara in Britain. И посмотрите, пожалуйста, на ваш взгляд, по сложности, по лексической сложности, по грамматической, ученикам в старших классах он доступен или недоступен. Посмотрите, вот у нас текст. Barbara entered the nursery with rather a worried look on her face. Antenna is coming tomorrow, children she announced. Tomorrow explained a fair-haired boy rising from the window seat. Oh, I say, Bob, that's really rather hard lines. In the holidays too. И так далее. Пока вы смотрите, и уже многие пишут доступен, я скажу, в чем там сюжет. Барбара, старшая дочь в семье, их отец не так давно умер, она ходит в школу и помогает маме заботиться о младших детях. К ним приезжает сестра отца покойного, тетя Энн. Тетя Энн на самом деле довольно молодая, и вы видите уже по началу текста, что дети с ней не очень близки. Более того, и тетя сама не знает, как с детьми обращаться. То есть перспектива ее приезда не очень приятна. Она еще и к тому же на каникулах приезжает. Прямо в первые дни каникул. И мало того, тетя решает выполнить долг тети, как она его понимает, семейный. И она предлагает взять Барбару с собой во Францию, чтобы та в этой поездке получила французский язык как следует. Позанималась, потому что в школе есть некоторые проблемы. Как вы думаете, Барбара хочет поехать со своей тетей во Францию в таких обстоятельствах? Барбара, конечно, не хочет поехать, но ей приходится. И вы знаете, и начинается череда там короткие главы, забавных очень приключений. И во время этих приключений и у Барбары, друзья, появятся. У книги очень хороший конец. Тетя найдет жениха, что тоже важно. И они еще очень здорово подружатся. То есть книга, которая начинается вот с такого печального объявления, по принципу, как к нам едет ревизорка «Неприятные известия». Она очень светлая и радостная, и очень любопытно ее приятно читать. Поэтому посмотрите, коллеги, любопытная вещь. Кстати, а угадайте, сколько стоят электронные книги? 150 дешевле. 65 рублей просто электронные книги, которые звук скачиваете, и 100 рублей книга, в которые звук встроен. Автор писательница Гилле по фамилии. Так что далеко не 250 рублей, и даже не 150. Цена вполне приемлемая. Пойдемте дальше. Какие книги готовятся к выходу? Очень знакомые для вас многие, а какие-то, может быть, менее знакомые. Итак, Конан Дойл «Приключения Шерлока Холмса», «Мемуары Шерлока Холмса», «Возвращение Шерлока Холмса». Джинн Уэпстер, американское писательство. «Дяди Лонг Леггс». Это замечательная повесть в письмах. Там идет речь о девочке из приюта, которую неизвестный ей попечитель этого приюта решает отправить в колледж. Он ей присылает каждый месяц деньги, при условии, что она ему каждый месяц отправляет письмо с отчетом, с рассказом о своей жизни, и никогда-никогда не будет пытаться узнать, кто это. Кто-нибудь читал эту книгу когда-нибудь? Просто на первых курсах в университетах ее любят читать. Я ее в свое время тоже читал. Те, кто читали, помните ее? Понравилась книжка? Вот точно так же, как я в свое время на первом курсе. Она действительно очень интересная, причем там такой удивительный легкий современный язык, как действительно говорят подростки. А «Dear Enemy» — это продолжение. Там очень необычное окончание этой книги, неожиданное. Вот посмотрите, понравилось очень. Вы теперь можете ее вместе с аудиозаписью еще и купить. Вот даже в 80-м году в педагогическом институте. Я чуть позже читал, но тоже в педагогическом институте. Тут же Шарлотта Бранте, Джейнер, скоро выйдет, и «Pride and Prejudice». Известные вещи и на бумаге почитать хорошо, и послушать. И мы начинаем выпускать несколько книг в электронном виде. Это просто будут PDF-файлы, которые можно скачать и использовать. Это книга «Внеклассные мероприятия на английском языке» Олеси Олеговны Кобзеве. Там прям готовые сценарии праздников. Это книга «Коренная Степана Махмулян Москва». Это книга «Ирина Владимировна Ларионова из Санкт-Петербурга». И книга по методике Евгения Владимировна Костюк. Евгения Владимировна завкафедра иностранных языков в Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования. Книга называется «Primary English Teachers Handbook». Мы эти книги немножечко «Primary English Teachers Handbook» добавили туда чуть-чуть современных примеров, более недавних. Поэтому, если у кого-то есть на бумаге, но в электронном виде немножко дополнили, так что тоже может пригодиться. И, коллеги, где взять методическую поддержку? Сейчас я вам расскажу. Мы получили лицензию на образовательную деятельность. И теперь мы можем не только разовые мероприятия проводить, такие как вебинары или разовый семинар. Мы можем проводить еще и онлайн-курсы повышения квалификации, за которые будет выдаваться свидетельство о повышении квалификации установленного образца. Вот та самая зеленая бумажка с гербом и прочее. Мы продолжаем, естественно, проводить бесплатные вебинары. И это понятно. Мы будем проводить онлайн-тренинги. Я сейчас скажу, ближайшие тренинги в сентябре. Когда будут, мы письмо в рассылку запустим. Завтра или послезавтра. Эти тренинги будут платными, но они будут стоить порядка 300 рублей. Я вам сейчас расскажу. У нас будут очные семинары. Ближайший семинар 26 сентября в Москве. Тоже сейчас скажу. И онлайн-курсы повышения квалификации. Итак, коллеги, и мы на этом заканчиваем. Вот лицензия, как выглядит. Эта лицензия оформлена наше дочернее фирменное подразделение образовательной компьютерной технологии. Это та самая подразделение, которое создало обучающие компьютерные программы к учебникам. Мобильные приложения. Приложения Тинки-Линки и прочее. Ближайшие онлайн-тренинги. Их проводить буду я. 18 сентября. Как сделать подготовку к ЕГЭ по английскому языку коммуникативной. Точно так же в наше привычное время этот тренинг. Но я буду показывать игры, игровые приемы коммуникативные на каждую часть ЕГЭ. Причем эти приемы никак не привязаны ни к какому учебнику. Их можно с любым использовать. И более того, там никаких денег для этого не надо. То есть это все, что вы можете сделать, имея доску, имея картинки, какие-то многие вещи вообще безо всяких картинок. Либо использовать те материалы, которые у вас уже есть. 22 сентября я буду рассказывать о том... Я сейчас и про учебник, как бесплатно получу. От Клары Саквана нас слушает, напоминает. 22 сентября я буду проводить тренинг онлайн. Как улучшить текст с помощью бесплатных онлайн-инструментов. Я покажу ресурсы, обучающие приемы для вас. И то, что вы можете с учениками использовать и для себя. Это поможет вам делать замечательные, хорошие разработки. У этих тренингов, как я говорил, содержание универсальное. Материал может быть использован с любым учебником или независимо от учебников. И это будут готовые решения для ваших уроков, которые никаких дополнительных затрат не требуют. Коллеги, вы сможете получить после таких тренингов сертификат участника. Где говорится, что вы прослушали курс лекции 2 часа. Кстати, если вам нужен именно такой сертификат в печатном виде после нашего вебинара, я скажу, как его получить можно. А теперь вот у нас объявление про всероссийский очный семинар-тренинг 26 сентября в Москве с 12 до 18. Но свидетельств будет 16 часов, потому что мы еще раздадим информационные материалы. Это видеодиски с видеозаписями лекций по тематике семинара. Там будут три пары. Первая пара Артем Петрович Гулов проведет тренинг «Как готовить к Олимпиадам». Вторая пара Кирилл Павлович Словохотов расскажет, как готовить к части грамматика ОГЭ, ЕГЭ и ВПР. И третья пара будет «Я буду проводить, я буду показывать, как удобно учить детей писать эссе по-английски». Разные приемы, стратегии и подходы. И мы прямо с вами будем учиться писать. Это вот семинар платный, правда, полторы тысячи рублей по окончании свидетельства о повышении квалификации будет. И коллеги онлайн-курсы мы объявим в сентябре. С сентября пойдут они у нас. Это курсы ПАВГОС. Мы запустим курсы на 16, 36 и 72 часа. И это возможность обучаться в свободное время из дома без отрыва от работы. Журнал «Английский язык в школе». Теперь там более 100 страниц статей «Метод разработок советов психолог-конкурсных работ». Мы тоже будем номера. Сейчас готовится номер к первому сентября, к выходу. На днях он выйдет. Завтра или послезавтра, я надеюсь. Номер будет платный первые несколько месяцев. Потом он станет бесплатным. То есть можно будет его просто из архива взять и скачать. Итак, коллеги, как получить учебники бесплатно? У нас на сайтах englishteaters.ru и на сайте title.ru есть объявление об апробации. Посмотрите, пожалуйста. Вот я вам дал ссылку, куда можно пойти. Вы можете получить учебники бесплатно. К ним нужно будет, конечно, рабочие тетради приобрести. Но, коллеги, для вас это возможность пополнить ваши запасы библиотечные. Либо эти учебники можно будет даже детям отдать, оставить. Это совершенно не проблема. Коллеги, я буду тренинг по эссе проводить тоже, поверьте. Тем более, с учетом того, что летом творилось, сколько спорных моментов. Я, кстати, моя диссертация в свое время была посвящена именно обучению написанию эссе. Я ее защитил в 2001 году. То есть 17 лет назад я уже как раз показывал, как учить писать эссе на занятиях английским языком. Итак, коллеги, и пособие для раннего обучения английскому и учебники можно взять на апробацию. Заходите, проходите по этой ссылке, которую вы видите. Либо кликайте на эти баннеры на сайте title.englishteachers.ru и перед вами информация появится. Вообще, коллеги, обратите внимание, в интернет-магазине для вас будут не только вот эти вот книги, но и игры, и обучающие программы, и карточки, и плакаты. Не только издательства TITUL, они уже есть, но и ведущих российских и зарубежных издательств, а также постоянные акции и скидки. Например, на этой неделе учебник happyenglish.ru можно приобрести со скидкой, вообще любые компоненты УМК со скидкой в 30%, так что можно этим воспользоваться. И вот эти материалы есть. И плюс, обратите внимание, мы присутствуем в социальных сетях, там есть конкурсы, когда можно за репост просто получить книгу, либо выиграть мобильное приложение, которое вы сможете себе бесплатно установить. Итак, коллеги, вот такая ситуация. Ну что ж, я заканчиваю вебинар на этом. Как получить напечатанный сертификат в три шага. Вот перед вами шаги. А сейчас я скажу вам, как получить электронный сертификат. Сейчас я дам код. Коллеги, скажите, пожалуйста, у нас на завтра запланирован вебинар. Есть ли кто-то из присутствующих, кто на этот вебинар зарегистрировался? Я сейчас скажу, как этот вебинар называется. Приемы развития навыков аудирования. На уроках английского языка в начальной школе. То, что Алена Евгеньевна должна проводить. Коллеги, к сожалению, по техническим причинам я приношу извинения. Завтра этот вебинар не состоится. Он переносится попозже, на сентябрь. Поэтому, коллеги, я прошу прощения, но не спешите. Мы повесим сегодня объявление. Там действительно интересные вещи. Мы в сентябре его проведем. Потому что Алена Евгеньевна завтра будет непредвиденно занята. Нам надо очень спешно сделать некоторые работы. Итак, коллеги, вот информация про сертификат. Обратите внимание, ссылка действительно всего 3 часа. Поэтому, коллеги, скачайте его сейчас и напишите, получили вы его или нет. Если у вас есть какие-то вопросы, я готов на них ответить. С удовольствием отвечу. Если есть какие-то комментарии или предложения новых тем для вебинаров, напишите. Я буду рад провести вебинары на эти темы. И я, и мои коллеги. И я сейчас, в общем-то, вебинар заканчиваю. Спасибо большое, что получили. Пособие Business English есть, используется замечательно. Код еще раз даю для сертификата. Ну что ж, коллеги, спасибо вам большое. Еще раз код в чате написал. Я вам желаю удачного начала учебного года. И я желаю, чтобы год был успешным, чтобы он был интересным. И самое главное, чтобы был нетрудным для вас. Чтение в начальной школе. Замечательно. Я проводил такого типа вебинар. Я готов его провести еще раз, дополнив кое-какими интересными материалами новыми. Ну что ж, коллеги, спасибо. Мы заканчиваем вебинар на этом. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok